Девушки отдыхают А с другой, ад до того будет мучителен, что к нему нисколько нельзя будет привыкнуть. И так страшно, ужасно страшно будет во всех отношениях прошедшее время для тех, кого постигнет вечная мука. Бедная душа грешника, сколько и она будет страдать вместе с телом! Это за самое, братья мои, и значит погубить свою душу в той жизни. О последующем времени в жизни грешников на том свете. Если взять в пример нынешнюю жизнь, то в своем будущем некоторую отраду находят себе иногда и самые злосчастные люди. Пусть, например, иному на земле и назначено пробыть на каторге тысячу дней. Если он проведет только первый день, то, наверное, знает, что остается ему жить в каторге уже не тысячу дней, а девятьсот девяносто девять. Он и говорит про себя, что сделал шаг вперед. Другой осужден на 10-15 лет каторжной работы. Вяло, тоскливо проходят его годы. Но со временем он скрепляется духом и отдает себя ожиданию, начиная отчитывать в остальных годах своего срока по одному месяцу. Пусть кто ссылается на работу и бессрочно, или до конца своей жизни. И такой человек, кроме того, что смерть когда-либо избавит его от тяжкого состояния, нередко еще питает себя надеждой освободиться. Бывают между бессрочно ссынными и просто мечтатели. Им нет нужды, что их мечты несбыточны. Но они знали в судьбе своих товарищей случай неожиданного освобождения от работ. И вот мечтают о собственной свободе. И мечтой-то услаждают себя. Но для вечно осужденного грешника не остается никаких надежд. Не надеются, в аде сказано. Выхода из ада ни для кого не будет. Это будет как море без пристани. Непроходима деберь и неизмерима пропасть. Не будет выхода заключеннику. Непроходима темничная стена. Оковы неснимаемы. Пусть бы кто сказал безбожнику горящему в огне, ты будешь мучиться еще тысячу лет. Или пусть бы было объявлено зажигателю, тебе остается мучиться еще пять тысяч лет. Они и стали бы ожидать окончания этих сроков. Но только, к сожалению, ни другой, кто не пообещает им ничего, ни они сами не могут предать о какой-либо отрадной мечте или безотчетному ожиданию лучшего времени. Напротив, их сознание ясно будет представляться одна мучительная вечность. Они сто раз пожелают умереть, но не дождутся смерти. В нынешней жизни иногда говорят о человеке, для которого со смертью прекратились долговременные его болезни или иные долговременные страдания. Помучился свой век. Не будет более несчастной мучиться. Но в будущем свете глаза грешника, полные слез, никогда не закроются. Стоны его никогда не затихнут там, и могила более не ждет его. В этом отношении он будет подобен человеку, которого постигла бессонница, который сколько ни старается заснуть, далек от сна, и от того весь расстроен. Наконец, состояние грешника будет не жизнь, но и не смерть, понимаемое в смысле отделение души от тела. Это будет вечное умирание, или, как говорится в Апокалипсисе, смерть вторая. Итак, в прошедшем времени отверженные грешники найдут одно мучительное сожаление. В настоящем одно мучительное страдание, а в представлении себе будущего времени одни ужасы. Оттого они будут проклинать день своего рождения и самих себя. Отчаяние, страшная болезнь души и в этой жизни будут болезнью их нескончаемою. Одни в отчаянии будут скрижетать зубами, а другие непрерывно плакать. Ниоткуда не будет им сострадания. Не помогут им дьявол и прочие злые духи, которых волю они выполняли здесь, и с которыми иные, как, например, волшебники, находились в самом близком общении. Злые духи сами будут крепко связаны, сами будут гораздо в большем унынии и отчаянии сравнительно с настоящим временем. Даже нельзя допустить и того, чтобы дьявол стал выражать такое же злорадование в отношении к грешникам, какое выражает он теперь, когда видит чьё-либо страдание или чьё-либо погибель по душе. Злая радость и счастье усладительное чувство, как и всякий грех в этой жизни доставляет грешнику сладость, хоть и временную, хоть иногда на одну минуту. Но в будущей жизни грешники будут пить не сладкую чашу, а одну только горесть от своих грехов. О степенях мучений. Христос Спаситель угрожал некоторым городам и селениям, еврейским, страшной участью в будущем веке. Это были те города и селения, которые хоть слышали его проповедь и видели его необычайные чудеса, но ничему не поверили и ничем не тронулись. Он сопоставлял этим городам других упорных грешников, которые жили раньше, или если одновременно с ними, то за пределами Палестины. И вот в сравнении с последними он ясно выразил высшую степень наказания для них. Отраднее будет в земле Содомской и Гоморской, чем городу тому. Киру и Сейдону отраднее будет, нежели вам. И указал он при этом именно на казнь после суда последнего в день судны. В другое время он прямо вел речь о втором пришествии своем, после которого одним будут награды, а другим казни. И что же он проповедал? Раб, знающий волю господина своего и не сотворивший, бит будет много. Неведущий же биен будет мало. Хоть ни для кого не извинительно неведение воли Божией, изложенной в откровении, но кто имеет полное знание этой воли и между тем не прилагает своих знаний к делу, тот заслужит большую казнь. Святые отцы о разности мучений для грешников рассуждают. Есть разные роды мучений. И сказанное в притчах «Во дне ада» дает разуметь, что некоторые, хотя в аде, но не во дне ада, терпят легчайшее наказание. Иначе мучатся при любоде, иначе блудник, иначе убийца, иначе вор и пьяница. Не должно сомневаться в том, что самые наказания, которым подвергнутся грешники, по различию преступлений будут различны. В Слове Божьем, кроме учения о рабе, ведавшем и неведавшем, а также и святых отцов, и еще находим указания на то, кто более и кто менее будет мучиться на том свете. Апостол Павел, предлагая учение о воздаянии людям в день откровения праведного суда Божия, следовательно, в будущем веке, говорит, «Скорь петеснота на всякую душу человека, творящего злого. Иудею же прежде Елену». Иудею было дано полное понятие о Боге и заповедях Божиих, а изыскник лишь он был этого понятия. И так он будет наказан строже в сравнении с последним. Только в отношении к тому и другому имя творящего злоя, по переводу с греческого, означает «злодея нераскаянного». Святой Златоуз слушает, «Кто больше получил наставление, тот должен вытерпеть большую казнь за преступление, чем мы, сведущие. Тем тяжелее будет наказание». Посему-то книжникам, иудейским, и фарисеям, которые почивали в законе, а между тем не хотели сделать движение, и перстом, чтобы исполнить его, было сказано, «Тем горше примите осуждение». Большим усеням подвергнутся также те, которые обладают тем большей силой противодействовать злу в себе самих и в других. Их, иногда одно слово их, или одна черта письма их, могли бы поддержать правду, воодушевить невинность, дать ход добрым предприятиям, но которые, между тем, всегда только покровительствовали пороку и сами-то угнетали правду. Кому много дано, с того много и взыщется. Чем же будут различать все самые мучения? Разность их смысле большей или меньшей лютости можем выводить и из некоторых евангельских изречений. Так святой Златоуст от мучений богача, который просил послать к нему Лазаря, обращается к каждому подобному грешнику. На какую меру и меритель, такой и возмерится вам. Ты не давал крупиц, не получишь и капли. Святой Ефрем Сирин применяет мучения к качеству тех грехов и страстей, которыми кто согрешил здесь, кто таил в сердце своем лукавство и в уме своем зависть, того сокроет страшная глубина. По учению того же отца, тьма кромешная в особой стране, скрежет зубов особое место. Тартар также особое место. А священный мученик Патрике говорит, Тартар глубже всех прочих бездн, находящихся под землею. Против того же Тартара молился святой Кирилл Александрийский. Ужаса из Тартара, где нет и малой теплоты. Святой Иосиф Персидский сказал своему судье-мучителю, «Гонители христиан будут осуждены на вечный плач и скрежет зубов». Души верующие и благоговеющие перед грозным правосудием Божиим. Это верно, что подвергнутся и самой легкой муки на том свете будет великой бедою. В нынешних темницах иные против своих сотоварищей пользуются жилучшим помещением и более снисходительным обращением с ними стражи темничные. Но не тягостны ли для них и одно лишение свободы? И так будем избегать не только шрезмерных преступлений, прямо приближающих нас к Аду, но и таких грехов, которые считаются нами как бы повседневными. Но которыми, однако, оскверняется наша душа и тело, из-за которой, наконец, как, например, заругательство в злобе ближнему, Евангелие также угрожает гиенной. Глава восьмая. О ходатайстве живых заумерших. Основание учения Церкви о ходатайстве живых заумерших, в Священном Писании. Как праведники вслед по смерти тела и частном суде над ними восходят душами своими на небо и удостаиваются блаженства, точно так же грешники отходят душами своими в ад, вместо печали и скорби. Хотя, как первые не чувствуют еще совершенного блаженства, так и последние до всеобщего суда не терпят совершенного мучения. Впрочем, преподавая учения, что все грешники после смерти своей и частного суда над ними равно отходят в ад, православная Церковь в то же время исповедует, что для тех из них, которые до разлучения с настоящей жизнью покаялись, только не успели принести плодов достойных покаяния, каковы молитвы, сокрушения, утешения бедных и выражения в поступках любви к Богу и ближним. Остается еще возможность получить облегчение в страданиях и даже вовсе освободиться от уз ада. Такое облегчение и освобождение грешники могут получать не по собственным каким-либо заслугам или через раскаяние, ибо после смерти и частного суда нет места ни для покаяния, ни для заслуг. Но только по бесконечной благости Божией, через молитвы Церкви и благотворения, совершаемые живыми за умерших, а особенно силой бескровной жертвы, которая в частности приносит священнослужитель для каждого христианина и его присных, вообще же за всех повседневно приносит Кафолическая и Апостольская Церковь. Утешительное учение Православной Церкви о возможности для грешников, умерших с покаянием, получить облегчение и даже совершенное освобождение от мучений ада по молитвам еще живущих братьев и их благотворениям. Цель этих благотворений есть также возбуждение в других молитвах о представившихся, или что тоже по молитвам Церкви силой бескровной жертвы. Это учение имеет основание в Священном Писании. Святой Апостол Яков заповедует нам молиться друг за друга, и Святой Апостол Павел просит совершать молитву за всех человеков. И тот и другой Апостол заповедует молиться друг за друга и за всех безограничительного обозначения места, времени и других обстоятельств. Мы должны, следовательно, молиться за ближних наших и тогда, когда они находятся вместе с нами, и тогда, когда они бывают в отсутствии, и тогда, когда они живут еще на земле, и тогда, когда они через смерть переселяются в другой мир, потому что живем ли мы или умираем всегда Господни. И умершие, как и живые, для Бога все равно живы, предостерегая нас от молитвы за ближних, неугодной Богу и бесплодной для них. Святой Апостол Ян Богослов дает нам другую заповедь. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Но все, умершие с истинным раскаянием, свободны от смертного греха уже по-то модному, что они раскаялись. Ибо грех к смерти есть, говорят отцы с Седьмого Вселенского Собора, когда некие, согрешая, в неисправлении пребывают, и жестоковыно, упорно восстают на благочестие и истину. В таковых нет Господа Бога, если не смиряться и не истрезвятся от своего грехопадения. Правило пятое. Следовательно, все, умершие с истинным покаянием, хотя бы прежде находились в смертных грехах, а тем более, если не находились, принадлежат к числу тех ближних наших, за которых нам заповедано молиться без всякого сомнения и колебания. По этой заповеди апостольская, одни умершие в смертных грехах, вне раскаянности и вне общения с церковью, не удостаивается ее молитва. По учению апостольского молитвы наши за ближних могут быть для них вообще благотворны, даже в нравственном отношении. В особенности много может усиленная молитва праведного. И в частности, наши молитвы за братья, не находящихся в смертном грехе, могут подавать им жизнь. Следовательно, хотя мы не понимаем, каким образом действуют наши молитвы на ближних наших, пока они находятся еще в настоящей жизни, тем не менее молитвы наши действенны и спасительны для них. Точно так же, не постигая и того, как могут действовать наши молитвы на братья наших, скончавшихся с истинным покаянием, мы не вправе сомневаться в действительности и спасительности для них этих молитв. «Если чего попросите во имя Мое, говорит Христос Спаситель, то Я сделаю». Итак, всякая наша молитва к Богу, а следовательно и молитва за ближних, как живых, так и умерших, может быть сильно и действенна только тогда, когда возносится во имя Господа Иисуса, который есть единый посредник между Богом и человеками. «Иисус Христос примирил нас с Богом и искупил от всякого греха, когда принес Ему на кресте в умилостивительную жертву самого себя собственное тело и собственную кровь. И в Таинстве Евхаристии до сели приносится Богу та же самая умилостивительная жертва, преломляется то же самое честное тело нашего Искупителя за жизнь мира, и проливается та же самая честная кровь Его во оставление грехов. Следовательно, если когда наша молитва, как за живых, так равна и за умерших братья наших, может быть угодно Богу и благотворно для них, то преимущественно в то время, когда она бывает соединена с приношением за них бескровной умилостивительной жертвы. Господь Иисус Христос говорит, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в семь веки, ни в будущем. Отсюда прямой вывод, что отпущение грехов грешникам возможно и по смерти их. В Апокалипсисе говорится, что Господь Иисус Христос имеет ключи ада и смерти. Следовательно, Он может отверзать ими затворы адовые и освобождать оттуда грешников. Но так как по смерти для самих грешников не останется места ни для покаяния, ни для заслуг, то объяснить возможность отпущения грехов грешникам и освобождения их от уз ада нет другого способа, кроме того, что Господь совершает это по молитве Церкви и в силу бескровной умилостивительной жертвы, приносимой за умерших, а скончавшихся с хулой на Духа Святого или что тоже в смертном грехе и не раскаявшихся Церковь не молится. И вот потому-то, как сказал Спаситель, хула на Духа Святого не отпустится человеком ни в семь веке, ни в будущем. Во второй книге Маковейской повествуется о доблестном и благочестивом вожде иудейском Юде Маковее. Следующее. Выступил иуда с тремя тысячами пеших и четырьмя стами конных. Когда они выступили в сражении, случилось пасть немногим из иудеев. Так как наступил седьмой день, то они очистились по обычаю и праздновали субботу. На другой день бывшие сиуды пошли, как требовал долг, перенести тела падших и положить их вместе с родниками в отеческих гробницах. И нашли они у каждого из умерших под хитонами посвященные амнийским идолам вещи, что закон запрещал иудеям и сделало всем явно, по какой причине они пали. И так все прославили праведного судью Господа, открывающего сокровенное, и обратились к молитве, прося, да будет совершенно изглажен соделанный грех, а доблестный Иуда увещевал народ хранить себя от грехов, видя своими глазами, что случилось по вине падших. Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принять жертву за грех и поступил весьма хорошо и благочестиво, помышляя о воскресении. Ибо если бы он не надеялся, что падшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он побышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешаться от греха! Второе Маковейское, 12.33.45. Поминовение усопших существует в церкви христианской со времен апостолов. Поминовение усопших, как предание апостольское, существует в церкви христианской с самого ее начала. Доказательства этого мы находим в древних литургиях и в свидетельствах святых отцов и учителей церкви. Все древние литургии, как те, которые употребляются или употреблялись в церкви восточной, православной, известные под именами святых апостолов Якова, брата Господня, святого Василия Великого, святого Иоанна Златоустого, святого Григория Двоеслова, так и литургии церкви западной, римская, испанская или мазарабская, галиканская и другие. Наконец, литургия различных неправославных сект и зрели существующих на Востоке яковитов, коптов, армян, эфиопов, сирийцев, нестариан и прочих, как они немногочисленны и неразнообразны, содержат в себе молитвы за умерших. В литургии святого апостола Якова находится следующая молитва за умерших. Господи Божий духов и всякой плоти, помяни православных, которых мы помянули и которых не помянули, от Авеля праведного до сего дня, саму покоих в селении и живых в царстве Твоем, в сладостях рая, в недрах Авраама, Исаака и Якова, святых отцов наших, откуда отбегла болезнь печаль и воздыхание, где пресвящает свет лица Твоего и освящает всегда. А эта непререкаемость свидетельствует нам о том, что одни из самих апостолов, предавших церкви чин Божественной Литургии, не было времени, когда бы христиане не молились за своих усопших братьей, и притом при совершении важнейшего из своих божественных богослужений. Святой Григорий Низкий пишет, «Ничего без рассуждения, ничего бесполезного, не предан от христовых проповедников и учеников, и не принято повсеместной церковью Божией, но это есть дело весьма богоугодное и полезное, при божественном и преславном таинстве совершать поминовение об усопших в правой вере». Святой Иоанн Златоуст, говоря о пользе молитв за умерших, пишет, «Не напрасно узаконено апостолами творить перед страшными тайнами поминовения об усопших. Они знали, что великое бывает от всего польза для усопших, великое благодеяние. Не напрасно бывает приношение за усопших, не напрасно моления, не напрасно милостыни. Все это установил Дух Святой, желая, чтобы мы получили пользу друг через друга». Беседа третья на послание к филиппийцам, 21-е на деянии апостольские. Святой Иоанн Дамаскин, таинники и самовидцы слова, покорившие круг земной, и ученики и божественные апостолы спасителя не без причины, ни напрасно и не без пользы установили при страшных, причистых и животворящих тайнах совершать поминовения о верных усопших, что от конец до конец земли владычествующая апостольская и свободная церковь Христа и Бога и содержит твердо и беспрекословно с того времени даже до ныне и до кончины мира содержать будет, ибо вера христианская чуждо заблуждения ничего бесполезного не приняла и не стала бы ненарушимо содержать вовеки, но все полезное, богоугодное и весьма спасительное. Киприян епископы наши предшественники благочестиво рассуждая и заботясь о спасении определили, чтобы ни один умирающий брат не возлагал после себя пописительство и покровительство на священнослужители, и если бы кто-то сие сделал, то не творили бы за того приношение, и жертва успения его не совершалась бы, ибо не заслуживает именоваться в молитве священников перед алтарем Божиим тот, кто хотел отвлечь от него священников и слуг алтаря. Евсевий Весь народ вместе с священнослужителями не без слез и глубоких воздыханий возносил к Богу молитвы о душе царя и этим исполнял желание Боголюбезного. Святой Кирилл Иерусалимский Помянем и прежде почивших во-первых патриархов, пророков, апостолов, мучеников, чтобы их молитвами и предстательством принял Бог моление наше. Потом молим о представившихся святых отцах и епископах и вообще о всех из нас прежде почивших, веруя, что праведное превеликое будет польза душам, о которых моление возносится в то время, как святая предлежит и страшная жертва. Святой Ефрем Сирин Если подзаконные священники служебными приношениями ощущали грехи убиенных на брани, как оскверненных беззакониями, о коих упоминается в Писании, то кольми пачи священники Нового Завета Христова могут действительно ощущать долги отшедших от земли грешников святыми приношениями и молитвами уст своих. И в другом месте неотступно будем умолять его, Бога, чтобы изгладил вины паства своей, чад, избранной из Святой Церкви его, и чтобы очистил грехи умерших, почивших в уповании на него святоотеческие объяснения, почему и как наши молитвы могут быть благотворны для умерших. В Писаниях древних отцов и учителей Церкви мы находим сообразные с Словом Божиим объяснения того, почему и как наши молитвы могут быть благотворны и спасительны для скончавшихся в вере и покаянии. Святой Кирилл Иерусалимский в Пятом Тайноводственном поучении говорит, «Хочу я вас и примером уверить, ибо я знаю, многие говорят, какая польза душе с грехами или без грехов отходящая от мира сего, если она поминается в молитве? А что, если бы какой царь послал досадивших ему ссылку, а их ближние потом сплетшие венец принесли бы ему он и затерпящих наказание, то не сделали бы он им облегчение наказания? Таким образом, и мы за усопших, если они и грешники, принося Богу молитвы, не венец соплетаем, но Христа закланного за наши согрешения приносим, умилостивляя за них и за нас человека любца Бога». Святой Иоанн Златоуст в беседе 3-й на послании к филипийцам пишет, «Когда весь народ из священный собор стоят с простертыми к небу руками, и когда предлежит страшная жертва, как не умилостивы мы Бога, молясь за них умерших, но это о том, о тех только, которые вере умерли». И в другом месте в беседе 21-й Деяния апостольских есть еще поистине есть возможность, если хотим облегчить наказание скончавшегося грешника, если будем творить о нем частые молитвы и раздавать милостыни, то хотя бы он был недостоин сам по себе, Бог услышит нас. Если он ради апостола Павла спас других, ради одних сидел других, то как не сделает того же самого и для нас? Блаженный Августин учит, «Не должно сомневаться, что молитвы Святой Церкви, спасительная жертва и милостыни, совершаемые за душу умерших, вспомоществует им к тому, чтобы Господь был к ним милостивее, нежели сколько заслужили они по грехам своим, ибо вся Церковь соблюдает это, как преданное от отцов, чтобы за скончавшихся в общении тела и крови Христовой молиться, когда воспоминаются они в свое время при самом жертвоприношении и выражать, что жертва приносится и за них. Кто также усомнится, что и дела милосердия, совершаемые для умилостивления за них приносят пользу тем, за которых не суево ссылаются Богу молитвы. Во всех приведенных отеческих изречениях раскрывается та мысль, что если Бог многократно благоволил являть милость свою одним по вере и предстательству других, то нет основания сомневаться и в том, что Он не отвергнет наших молитв за наших умерших братьев, нуждающихся в милосердии Божьем. Другие отцы указывали на то, что наши молитвы могут помогать и умершим, точно так же, как они помогают живущим еще на земле, но разлученным с нами по телу братьям нашим, находящимся в путешествии, в плену, в заточении, в темнице, и как помогают молитвы родителей их немощным детям. Наши молитвы могут действовать на души скончавшихся непосредственно, если только они скончались в правой вере и с истинным раскаянием, то есть в общении с церковью и с Господом Иисусом, так как в этом случае, несмотря на видимое удаление от нас, они продолжают вместе с нами принадлежать к одному и тому же телу Христову, в котором точно так же не может не сохраняться сочувствия и взаимного влияния между членами, как естественно существует оно между всеми членами нашего тела, и как обнаруживается оно и во внешней природе между существами одного рода, живущими хотя отдельно, но одной жизнью. Для умнейших, говорит святой Ефрем Сирин, благодетельны поминовения, совершаемые святыми во время их жизни. Смотрите, вот и пример всему представляют некоторые творения Божии, как то виноград, его зреющие грозды в поле и выдавленное вино в сосудах, когда созреют ягоды на виноградной лозе, тогда вино, стоящее в доме неподвижно, начинает пениться и волноваться, как бы желая убежать. То же бывает, кажется, и с растением, луком, ибо как скоро начнет созревать лук, посаженный в поле. В то же время дает отпрыски и лук в доме находящийся. разоге. Редактор субтитров Продолжение следует...